Я познакомился с Эйдар Рейзшем, в моем городе, в году, наверное, в 10-м, когда мы занимались продвижением картины «Спасибо, что живой», «Высоцкий», «Спасибо, что живой», когда я с ним познакомился. И потом, не знаю, по-моему, как-то стали хорошие какие-то друг о друге впечатления. И потом я к нему обратился в довольно сложную ситуацию, которая возникла с проектом. Я, конечно, вернулся. Был такой проект несколько лет назад. Вы нам расскажете о этой сложной ситуации? Ну, а не все ситуации примерно одинаковые. Денег нет, проблемы. А там была еще одна проблема, но я как раз о ней рассказывать не хочу. Она была связана с... Просто в республике был травм. И наши концерты, которые, ну, они фактически должны были отмениться. Да, вот. И смогли сделать, что-то перенесли, что-то сделали аккуратно, там, внутри программы и так далее, что они состоялись. Вот тогда вот мы поговорили о том, что было бы хорошо, чтобы это в этом городе происходило. И в стыке, и дальше. Я думал, ни к чему не обязывающие такие слова, но и дальше. А здесь началась работа. Мы откликнулись. Это, в общем, мое дело, как бы я в Высоцке занимался директор музея Высоцкого и фонда благотворительного Высоцкого, который и ту программу делал тоже. Вот. И вот так получилось. И здесь, я думаю, что, во-первых, мне кажется, что эта программа востребована людьми, которые здесь, они уже, в общем, ее ждут. И я думаю, вы посмотрите, увидите, что и места в зале не будет, скорее всего. Я не знаю, они заниматься билетами, но что-то мне подсказывали. Хотя, в случае, так было все прежние годы. Неизвестно, что в Казани вышла книга. Там вообще складывается такой комьюнити из тех, кто помнит вашего отца. Потому что там было два рации, как известно, с концертами. Книга, по-моему, у вас это есть, нам говорили, Высоцкий в Казани. Вот. И вот автор этой книги собирается устраивать маршрут туристический, какие-то встречи устраивать, даже улицу переименовывать. А как смотрите на то, чтобы там клип проводить? Ну, вы знаете, я не продюсер концертный. Да, то есть я умею что-то делать, но и здесь тоже вот я участник, а не, как сказать, не мотор этого дела. Я участник, мне это нравится. Я разговариваю с ребятами, чтобы они приехали, почти все мои друзья вот сюда приезжают. Поправьте меня, если не права, но неорганичнее будет ли этот концерт, это празднование смотреться в Казани, в столице этой публики? Не мне решать. Во всяком случае, я же это делал не потому, что я хотел, чтобы это как-то вот имело какое-то органическое и неорганичное звучание. Я это делал, потому что это было нужно здесь, да, это было востребовано здесь, это этот проект, я не знаю, такое слово плохое, но вот эта программа, фестиваль, там мы сюда прислали выставки, мы привозили сюда артистов, мы готовили эти программы, они всегда готовятся, репетируются. Не то, что люди выскочили со своими минусами или с плюсами, отработались или в автобус уехали. Вот, то есть это, в общем, такая штучная программа, ее второй раз больше нигде не будет. И у меня нет ощущения, что мы кого-то обижаем, если мы куда-то не едем, мы едем сюда, потому что здесь этот проект любят, здесь его хотят. И фактически здесь его сделали. Вообще вот эта «Своя колея» это же проект наш совместный фонда и Первого канала, и он не гастролик, это очень тяжелый проект, да, там с оркестрами, с новыми аранжировками. С известными актерами, которых трудно собрать, там, в одном месте, там, в следующем. Ну вот, поэтому то, что делается, ну, это, ну, я вам скажу так, не только в Казани, и в других городах, это не делается. В Тюнах вы были, по-моему, да? Нет, бывают концерты. Мы в Казани были, была программа, и не один раз. И в Казани очень много людей, которые тоже этого хотят. Но вот именно вот этот проект, вот такой вот ежегодный, вот с таким, как бы, с таким наполнением, с таким смыслом, да, это только здесь.